Любой искусственно созданный духовный центр с постоянным проживанием обречён на духовное бесплодие. Правда, это плохо понимается людьми, стремящимися к духовному комфорту и уподно отлынивающей от индивидуальной творческой работы по обретению божественной истины. Если у человека нет изначального стремления полностью воссоединиться с Господом, а есть лишь свои корыстные интересы к обретению покоя витального, то в святом месте ему делать нечего. А если искренне стремление имеется, то тем более там делать ему нечего. Ибо для его полноценной реализации есть путь сознательной и духовной революции, индивидуальный и творческий путь. Ясно? Так что вы в монастырь не стремитесь, так я понимаю, в духовный центр не рвётесь. А наш путь, о котором мы говорим, он предполагает активную духовную работу в колючих условиях социума. Имея искренне сердечное стремление, останьтесь один на один с божественной силой, предоставьте ей, открывшись ей беспрепятственно, предоставьте ей выполнять свою работу. Вот всё, что от вас требуется сегодня. Откройте сознательно и дайте ей работать. Не мешайте вмешательству мамы о работе этой силы. Вот сегодня достаточно всё просто. Проще не придумаешь. Мы чувствуем, что нам не хватает того-сего, чувствуем боль здесь, там. Но всё это ложно. В действительности это означает, что мы вышли из состояния гармонии. Этой гармонии, которая всегда есть. Но мы всё-таки вышли из неё, значит, мы нуждаемся в этом, нуждаемся в том. У нас болит здесь, болит там, что-то не хватает. А не хватает главного. Вот чего не хватает. Если у вас всё болит, ну, даже позвоночник. Бедный, он всегда должен болеть. Ну, вы поняли, да? Худо, бедно, сильно, слегка. А вы всё же позвоночник. Как будто в позвоночнике вообще вот смысл вашей жизни. В спинном мозге, который в нём замурован. Вообще, скелет – это великая вещь. Я уже вам говорил, что скелет как раз и есть источник самой материальной, так сказать, нашей части, источник проявления носителя жизни вечной. Самое плотное, материальное должно проявить тонкое и вибрационное. Понятно, да? Так что скелет всегда вы обязаны чувствовать. Если вы не чувствуете скелета, то вы не в духе. Я в полушутку, в полусерьёз, но вы должны понимать меня. Если мы постоянно чувствуем боль, то там, то тут, то в теле, то в костях, то в душе. Говорит, душа ещё болит, да? Если мы хронически испытываем болезненный психологический и физический дискомфорт со страхами, сомнениями, страданиями и болезнями, то мы не живём той жизнью, которой могли бы и должны жить. То есть у нас нет божественной гармонии, которую во что бы ни стало необходимо обрести. Как непременным участником игры Бога в прятке с самим собой, игры «найди себя». Вот найдёте себя и гармония, вот она. Нынешний человек является переходным существом от смертной витально-ментальной жизни к жизни супраментальной, жизни, которая действительно не подвластна смерти. Если вы осознали полную несостоятельность своими собственными усилиями коренным образом изменить, свою жизнь к лучшему, как говорят, к лучшему, то самое время встать на путь сознательной духовной революции. Изменить жизнь к лучшему вы не сумеете. Кармический закон вам не позволит это сделать. Понятно, да? Только победителем вы должны выйти. Тело никогда не находится в состоянии равновесия. Оно всегда выведено из него, что выражено более или менее. И нечто другое, свыше, воля или высшее сознание удерживает его и заставляет работать. Так что, если мы призываем эту волю, волю гармонии, если мы имеем внутри это пламя, пламя стремления, и можем установить между ними контакт, то выходим из так называемой болезни, которая нереальна, и входим в божественную гармонию. Что касается физического тела, в частности, то в нём при условии следования вашего по пути сознательной духовной революции возможно восстановление динамического равновесия, то есть относительной гармонии, гармонии трансформации или гармонии переходного периода. Это означает, что в теле, в вашем теле устанавливается чёткий алгоритм работы нисходящей трансформирующей силы. Каков алгоритм? Старое разрушается, строится новое, временно фиксируется, опять устаревшее разрушается, строится новое, временно фиксируется. Вот таким вариантом, в таком алгоритме работает божественная сила для того, чтобы финально вас привести в той самой полной гармонии, и физической, и духовной гармонии. А если индивид упорно отказывается сознательно эволюционировать, упорно отказывается от исполнения главного долга своего, то эта сила нисходящая принудительно проникает на телесный уровень, на психический уровень, и выполняет только разрушительную работу. Она ничего не созидает, она только разрушает. Вот всё сегодняшнее человечество разрушается. Налицо это разрушение. Все больны, боже мой. Куда ни плюнять, ни больны. Мёд твои больны, вот чего я не знаю. Но когда они тычут в эти штучки, они вроде здоровые. Ну, пальцы-то ещё шевелятся, да? Не парализованы полностью. Вот когда тыкают в эти... По улице идут, вот понимаете, вот как с молитвенником. Идут. Давайте вот, ну, хоть бы эту самую неделю страшную. Насили бы, это самое, Евангелие хоть перед собой ходили. Нет, эту ерунду унесут. Вы представляете? То есть можно сделать всех здоровыми, погрузив в виртуальные меры. Можно, можно. В конце концов, так и будет. Тогда что будут врачи делать, медицинские центры? Что делать они будут? То есть они найдут способ обратного с больными сделать. То есть будут вас вырывать на время из виртуальных миров и делать вас больными. Вообще интересно. Вот глядишь, тут научно-фантастический роман, вот можно написать вообще удивительно. Вот уже сейчас я мог писать. Представлять, может, что-нибудь художественное когда-нибудь напишу. Но оно никому не нужно будет. Вам не нужно. А тем, кто персонажами будут роман, тем более не нужно. Понятно, это не будут писать. Вы меня уговорили. Напомню, что так называемые болезни, соматические, психические, это по сути ничто иное, как несоответствие наших тел, физического, витального и ментального требованиям духовной эволюции. Вот и всё. Помните, что подлинная гармония не может быть продуктом ума, в частности, позитивного мышления или рационального здорового образа жизни. Ни тем, ни другим никакой подлинной гармонии не достигнете. Понятно. Да, вам предлагают именно это. Установление подлинной гармонии есть прямое следствие вашего продвижения по пути сознательной духовной революции. Понятно? Вот и всё. Вообще всё очень просто в этой жизни. Вспомните слова Спасителя, сказанные на эту тему. То, что вы откроете в себе, спасёт вас. То, что вы не откроете в себе, умертвит вас. Одна и та же сила. Откройте, она будет вас трансформировать. Духовная гармония будет. Да? Нет, но она вас будет просто разрушать методично. Кого-то быстрее, кого-то медленнее. Чем дальше, тем быстрее. Понятно. Во времени. Время-то ускоряется. Обмануть духовную эволюцию невозможно. Сотрудничество пораженческого ума – это особый характер ума пораженщика. Совместное действие пораженческого ума ложных чувств приводит к той жизни, которую мы ведём. И это отнюдь не весело. Так вот, постоянно нацеленное на поражение во всём видящей опасности и подвохе физический ум и наше ложное предчувствие катастроф, смутных бед, которые навеваются вам враждебными силами, порождает в нашем зашлакованном всевозможными артефактами сознания тягостную психологическую атмосферу, тягостную атмосферу, фон, вырваться из которой весьма проблематично бывает, потому что единственный рецепт – это одновременно, да, это своевременно встать на путь сознательной духовной революции. По молодости пораженческие настроения скрадываются чем? Витальной экзальтированностью, как-то они скрадываются по молодости, но с возрастом влияние физического ума обретает всё большую, воистине, гипнотическую силу. Пораженческую силу. С возрастом. Вся эта беспорядочная смесь телесных и психических расстройств и недомоганий должна управляться, высшей волей управляться, которая берёт наведение порядка на себя, берёт на себя. Тогда, если порядок они полностью восстанавливаются, то, по крайней мере, он удерживается в определённых пределах, и тело может продолжать служить инструментом божественной воли, которая хочет проявиться. Но до тех пор, пока ваше интегральное существо не будет полностью уверенно в руки божественной воли, а это возможно только, опять-таки, в результате вашего следования по пути сознательной духовной революции, должного порядка и должной гармонии вас никогда не будет. Максимум возможного здоровья, физического и психического, мы обретаем только тогда, когда наше интегральное существо, включая физическое тело, через посредство Всевышнего Вода целиком погружается в новую вибрационную среду. Вибрационную среду, то есть вибрации новой жизни полностью-полностью возобладают в вашем интегральном существе. Только тогда это возможно, возможно, это гармония. Ментальные искажения докторов ужасны. Они приклеиваются к вашему мозгу. Они остаются и возвращаются через 10 лет. Я знаю это из личного опыта. Это всё время возвращается. Доктор сказал, что это так. Доктор сказал, что это так. Доктор сказал, да-да-да-да-да. Не словами, но это приходит. Доктор сказал так или эдак. Медицинская наука сказала это. И тогда клетки начинают паниковать. Это ужасающая гипнотическая мощь. Вас всё время пугают. Есть передача по какому-то каналу, называется «Самым главным». Там о здоровье. Это самое страшное вообще, что можно придумать. Погрузить вас в пучину несуществующих болезней. Не существует эта виртуальная вещь. Потом они материализуются. Уже потом, когда вас туда погрузили. Вы поняли? То есть на ментальном уровне формация закладывается. И она проявляется элементарно, совершенно. Вот сегодняшний мир он такой. Мать действительно говорит, это ужасающая гипнотическая мощь. Если с искренней верой в медицину и в докторов начать ходить по врачам, с искренней верой в медицину и в докторов ходить по врачам и с пристрастием прислушиваться к тому, что они находят в вашем организме, это очень скоро в вашем подсознании. То есть в глубинном клеточном подсознании возникает застойный кристаллизованный очаг, теперь уже мнимой фантомной болезни со всей её красочной симптоматикой и возможными неблагоприятными последствиями. И стоит только вспомнить о перенесённой когда-то болезни или смутно проявиться одному из её симптомов, как законсервированный в подсознании очаг начинает оживать. И вскоре, если этот процесс поддержать пристальным ментальным вниманием к нему, болезнь начинает и в самом деле материализоваться. Это классика. Я на себе это, ой, как проверил. Вообще классический вариант. Я всё на себя проверил, поэтому я говорю, ну, не просто так. Мать проверила, тоже она об этом говорит. Гипнотическая сила влияния докторов на наше пораженческое подсознание действительно ужасающе. Если мы действительно хотим победить фантомные болезни, то все наши пораженческие структуры должны быть радикально трансформированы. Чем? Супраментальной силой, которой мы открываемся. И она наводит там этот порядок. То есть в подсознании выжигается вся эта зараза. Вот и всё. Ни рога и психотерапия вам не поможет. Лекарства не помогут. Это должно выгореть там, на дне, в подсознании. И больше ничего. Другого варианта – обрести полную безопасность. Не существует. Далее она говорит, доктор кристаллизует болезнь, делает её конкретной, жёсткой. И затем его заслуга будет в том, чтобы вылечить её. Если он сможет. То есть он её вызывает и потом будет лечить. Ну так все медицинские центры сегодня работают. Таков принцип их работы. Понятно? Существование. Доктора внушают вам, что вы больны. А это не всегда так на самом деле. Понятно. И, соответственно, берутся за лечение. Если у них это получается, если у них это получается, то они, да, то тут они на коне. Ну, вдруг что-то там вам вылечили. Ну, я не говорю о стоматологах, там. Ну, и поняли. Болит зуб, там реально надо что-то делать. Я говорю о виртуальных вещах. Что у вас там это, там что-то недостаточность того, какой-то кислоты. У вас там есть опасность того-то, биохимические сдвиги. В том-то вы обалдеетесь, от таких терминов. Ну, и конец вам. Всё. Вы уже готовы лечь на стол к прозектору. Знаешь, такой прозектор, да? Нет? Ну, к патологонатам. Уже готов. Всё. Это уже крайний вариант вашей сдачи в руки эскулапов. Ну, если у них что-то получилось, они вроде вас вылечили. Тут они, наконец, если не получается, то они обливают вас хронически больным и лечат пожизненно. Пожизненно лечат. Тоже неплохо для финансово-ориентинных договоров. Для них это неплохо. Для вас, ну, плоховато, ну, а для них неплохо. Ясно? То есть вы понимаете, что для них вы неплохой источник. Бутербродом с чёрной икрой. Вот вспоминайте при случае один избитый анекдот. Если насморк лечить, то он проходит за 7 дней, а если не лечить, то за неделю. Нормально. Насчёт насморка. Если нынешние врачи выставили вам серьёзный диагноз, то не будьте наивными, не спешите лечиться, особливо ложиться под нож. Она вам предлагает, вот бегом-бегом, я завтра ухожу в отпуск или через неделю, надо отрезать что-то. Вы поняли, да? Не торопитесь никогда ничего отрезать. Ну, давайте отрезать. Обратитесь к другому специалисту этого же профиля, желательно к двум, чтобы убедиться в правильности вынесенного вам приговора. Понятно, да? В наших наблюдениях есть случаи, когда имело место неоправданное лечение в связи с неправильно поставленным диагнозом. А в одном случае, благодаря нашему вмешательству, пожилой человек был буквально в последний момент спасён от тяжелейшей полостной операции, резекции части лёгкого, у которой намеревались экстренность, сделал хирургии на основании некачественного проведенного рентгеновского простого исследования. Там атефакт был. Я гость сделал снимок повтор, но он делает там всё чисто. 80 лет почти человек. Нормальный человек. Это всё, это конец был бы. Он потом ещё пяток лет прожил, и меня благодаря Александру Васильевичу меня спасли от ножа. Ну, ладно. Спас так, спас. Если вы обратитесь к бесплатному врачу, сейчас сложно вообще-то к нему обращаться, ну, к специалисту бесплатному, терапевтов сейчас полно всяких бесплатных, да, в поликлиниках. Есть они? Вы ходили в поликлинику, знаете, нет? А вот таким, который с глазами, там, с сердцем, а ещё с какими-то отдельными органами и системами, особо щекотлевами, там месяц-полтора в очередь, да? А так вот, если хотите, идёте в медицинский центр. Бегом там обязательно найдут. Найдут, чего вы даже и не подозреваете. Понятно, да? Или вот элементарные операции, которые, ну, могут вам сделать, я не буду говорить, какую. Есть элементарные вещи, я бы мог сделать, если подучиться, месяца-полтора, какие-то навыки. Да. Вам говорят, что вас записывают на эту операцию, там, на полгода, где-то там, через полгода, вам её сделать. Там медицинский центр 73 тысячи, пожалуйста, вам её сделать. Вот прямо сейчас. Вы поняли? Вот сейчас у нас медицина вот такая. Те, кто что-то имеет, ну, они вроде бы имеют, но 90% этого не имеют. Вы поняли? Ругают советскую медицину. Вот на Кубе удивительная медицина. Для своих у них всё бесплатно. Ну, а едут за большие деньги оперироваться люди, которые, ну, ну, из развитых капиталистических штрафов. За деньги на Кубу оперироваться. Там хороший специалист, очень. Медицина высококлассная. На Кубе. Так что, из чего на Кубу поезжать, чем полгода ждать. муниципальные очереди. Ну, ладно. Это я так. Лучше, конечно, не болеть. Заниматься делом. Излечиться от хронической эволюционной недостаточности. А там что останется? Доделают. Дорежут, дочинят. Допротезируют. Так что, нормально. Поняли, да? Чёрт, надо заниматься делом. Главным делом жизни. А там видно будет. Так что, если вы обратитесь к бесплатному врачу, то у вас больше шансов остаться здоровым, чем при обращении к платному эскулапу с денежным мышлением. А порой, как это сегодня, с криминогенной психологией. Это криминогенная психология. Найти у вас несуществующую болезнь. Вы понимаете или нет? Как уволили одну мою знакомую женщину, порядочную, человека, который устроился в медицинский центр. Вначале ей там хорошо платили, но она как-то, обратившимся к нему пациент, не нашла у него ничего. Второй раз тоже. Её вызывает руководитель центра и говорит, ну, выражены, вас уволили. Вы понимаете, почему? Понимаю, ну вот и всё. Увольняйтесь. Нормально. Криминогенная психология. Целью вот этого денежного мышления, которым сегодняшние врачи пребывают, является непременно найти у вас болезнь, а лучше несколько. Кристаллизовать её в подсознании и надолго заняться вашим лечением. Найти несуществующие, кристаллизовать, то есть актуализировать эту формацию, и всё. Это делается элементарно. Тут не надо никаких нейролингвистических, специальных программирований. Врачу вы верите, как Богу. Понятно, да? Сами в этих вопросах, ну, только по журналу «Здоровье», как раньше, да, разбирались подкованные специалисты. Был такой журнал. «Здоровье»